Настроения у начальника управления дорожного хозяйства и транспорта нет еще со вчерашнего вечера. Телефон разрывается от звонков, когда уже начнут системно убирать снег с проезжей части. С утра 4 февраля на борьбу со стихией в Ульяновской области выехал весь парк спецтехники. Около 100 машин чистят городские дорожные артерии. Остальные точечно распределены по всему региону. Подсобили и федеральные дорожники. Основной упор сейчас сделан на очистку регистральных автодорог для посыпки, обработки проезжей части и подметания. Задействованы для этого милинодорожные машины. Очищаем также тротуары. На них работают мини-погрузчики и трактора. Работы предстоит много. За одну ночь в Ульяновске выпало 8 миллиметров осадков. Если учесть еще 15 миллиметров, которые остались с первых чисел февраля, это уже 60% от месячной нормы. В середине дня на город опустился туман. С проблемой нечищенных дорог столкнулась и наша съемочная группа по пути на комиссию по чрезвычайным ситуациям. Соборная площадь сейчас напоминает Белую пустыню. И это сердце города. Одна из центральных улиц. Что же тогда творится в спальных районах? Глава области призвал к ответу всех причастных за состояние дорожных артерий. Больше всего проблема коснулась жителей Радищевского и Чердоклинского районов. В черте города Левобережье. Чтобы сократить количество ДТП на дорогах, по решению министра транспорта Евгения Лазарева, ограничено движение рейсовых, пассажирских автобусов и грузовиков. В настоящее время весь ДТП переведен в режим повышенной готовности. С 11 часов принято решение о закрытии всех областных дорог и части федеральных, которые находятся в ведомстве ФКУ Волговятка. Закрытие для передвижения автогрузового и пассажирского автомобильного транспорта до наступления благополучных погодных условий. Тем не менее, в 13.00 в службу 112 поступило сообщение. В Серенгульском районе, около села Федькино, опрокинулся на бок рейсовый автобус, который следовал по маршруту Ульяновск-Сызрань. Внутри находилось 10 пассажиров. Трое из них доставлены в районную больницу с черепно-мозговой травмой и переломами. Сейчас их направляют на рентген, для того, чтобы понимать, какие меры медицинской помощи к ним можно оказать. Также сейчас там работают МЧС и сотрудники полиции. Сейчас машину будем поднимать и убирать с проезжей части. Кроме того, жители районов и сел остались без света. Во многих домах отключение электроэнергии произошло ночью. Проблема на контроле, но до сих пор не решена. Пять инцидентов, которые также остаются на контроле. Это Барышский район, село Старая Измайловка. Отключено 362 абонента. Отключение произошло в 4 часа 43 минуты. Эту ночью Старманский район, село Лесное. Отключено 102 частных домов, 240 человек. Несмотря на то, что на борьбу со стихией брошены все силы, снег и ныне там, на дорогах. Алексей Русских заявил, при таких темпах уборки город не переживет вторую снежную зиму. А потому уже сейчас стоит задуматься о финансировании на следующий год. Включить в список затраты на новую спецтехнику. Даже сегодня мы все вместе с вами ехали на работу и поняли, что не все так хорошо и не так оперативно убирается. Поэтому давайте мы посмотрим на будущий год, что необходимо сделать, чтобы обновить парк, либо добавить еще единицы. Кроме того, глава региона распорядился 4 февраля сократить рабочий день, чтобы люди могли безопасно добраться до дома. Александра Никитина, Александр Кудряшов, Управда ТВ.